Жители гарнизона Бесовец замерзают в собственных домах. В самом начале отопительного сезона в поселении сменилась управляющая компания. В суматохе о подготовке к зиме и о топливе для котельных никто не позаботился. В конце ноября запасы угля подошли к концу. Котельные заработали в режиме экономии, чтобы не разморозить сети и хоть как-то отсрочить коммунальный апокалипсис. Температура в домах резко упала. Весь гарнизон вымерзает. Батареи ледяные. Дома ходить невозможно. Это кошмар какой-то. Бросили нас тут. В квартирах от 5 до 10 градусов тепла. Из-за сырости и холода у многих появилась плесень. По словам гарнизонных жителей, электроплиты и обогреватели работают круглыми сутками. И все равно холодно. Вот у нас висит градусник. Можете посмотреть в каждой комнате. 15 градусов. Еле-еле получается. Я сплю в пижаме и в носках. Два обогревателя включено. У всех, наверное, так. Сегодня юные жители гарнизона не пошли в школу. Учебное заведение временно прекратило работу из-за проблем с отоплением. Детский сад пока работает. Только надолго ли? С утра я прихожу. У нас 13 градусов в саду. Включаем обогреватель. Приходят дети. Закрываем двери. 15 к вечеру. Поселковый глава разводит руками. Людей жаль, но ничего не поделаешь. Теплоснабжением занимается Министерство обороны. И местная власть здесь бессильна. В ресурсоснабжающие организации уверяют, что всему виной перебои с поставками. Сегодня ночью ситуация в Петрозаводске. Значит, прибыло 6 вагонов с углем, которые в срочном порядке разгружаются, будут направлены на котельные военного городка Бесовец. То есть теплоноситель мы поднимем уже где-то после 14.00, да? Как сообщают из Бесовца, на данный момент в квартирах теплее не стало. Более того, из трубы местной котельной перестал идти дым. Жены и дети карельских летчиков по-прежнему замерзают в ледяном гарнизоне. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал Ника+.